Спасая этот мир, красота способна проникать даже туда, где, казалось бы, о ней думают в последнюю очередь. Так, благодаря фонду «Искорка» на несколько часов больничные палаты превратились в бьюти-салоны. В программе «Дня красоты» профессиональное плетение коз, мехенди, маникюр, аквагрим для маленьких и макияж для уже взрослых пациентов. День красоты для мамы Просят, ну хотя бы причешите, ну хотя бы что-нибудь сделайте. Один мальчик один раз зашел, волосиков нету, макияж не сделаешь, ногти не накрасишь. Он говорит, ну хоть маску мне в конце концов сделайте. Ну то есть дети тоже хотят быть красивыми, они хотят ухаживать за собой. Ну и девочкам тоже хочется быть маленькими женщинами, потом ноготочки покрашены, мехенди нарисованы. Так что, ну это очень важно, им весело. Они чувствуют, что они дети, несмотря на то, что они в больнице. Дети чувствуют, что они нужны, что о них думают, что о них помнят. И они не чувствуют себя одиноко в этом мире. Это, я считаю, для них это очень важно. Я как раз ждала, когда, чтобы пришли и мне делали так приятно. В насыщенном графике бьюти-мастеров вот уж вряд ли найдется свободная минута. Но на этот праздник они с удовольствием откликались сами. Я видела уже такой проект в Нижнем Новгороде проводился, просто буквально в интернете увидела. И очень хотела, чтобы нас проводили в Челябинске. И как раз случайно увидела эту рекламу в этой эскорке и решила, почему нет. Это очень интересно, как бы и с детьми пообщаться. Добро, так сказать, творить добрые дела. Вот, что-то такое интересное. И как бы их много, это детские личики. Как бы хочется подарить им счастье, какой-то радости и яркости в этот день. Мы дали объявление, что нам требуются мастера. И, вы знаете, люди писали, звонили и в сообщения группы, и в комментарии, и по телефонам. Так что очень хорошо люди откликаются. Я состою в волонтерском движении нашего колледжа, Южно-Райский многопрофильный колледж. И предложили поучаствовать. И я согласилась, как бы. Потому что не все равно мне под детям какой-то праздник устроить. Один из главных праздников лета, День защиты детей, для этих семей имеет особое значение. Вариантов отметить его немного, но, к счастью, они есть. Для нас этот праздник становится в разы актуальным. Теперь для нас главный защитник, как мы уже сказали, наш врач, которому мы всецело доверяем. Надеемся на наше полностью выздоровление. Поэтому мы ее поздравляли с этим праздником, она нас поздравлялась с этим праздником. Для нас День защиты детей – это практически один из основных праздников. Потому что наша задача как раз состоит в том, чтобы помогать врачам, чтобы дети выздоровели. Этот праздник означает именно то, что мы можем доставить детям какую-либо радость. Даже тем детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Чтобы им как-то помочь, помочь родителям. Чтобы у них осталось очень хорошее, приятное впечатление от этого дня. Это что-то такое светлое, наверное. Что-то вот прям радостное. Все-таки детки, то есть это вот все должно быть для них. Все, что они захотят, любое их желание должно, мне кажется, сломаться. Для родителей, врачей и волонтеров важна каждая улыбка этих ребят. Положительные эмоции здесь ценятся так же, как и самые сильные лекарства. Они придают силу. И это доказано. Субтитры создавал DimaTorzok